Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу Деяний Апостольских Нет ничего постыднее гнева ничего бесчестнее, ничего ужаснее, ничего неприятнее, ничего вреднее его Говорю, это не к тому, чтобы мы были кротки только в отношении к мужам но чтобы ты терпел, если бы и жена досаждала тебя словами пусть и жена будет для тебя попричем борьбы и училищем не безумно ли заниматься упражнениями, не приносящими никакой пользы и даже изнуряющими тело, а в дом свое не делать училищем которое доставляет нам венец прежде подвигов жена оскорбляет тебя не будь сам женщиной, ведь оскорбляет свойственно женщине это болезнь души, порог не сочти бесчестным для себя, когда жена оскорбит тебя бесчестно, если ты оскорбляешь ее, а она любомудрствует тогда ты поступаешь низко, тогда ты керпишь вред если же ты, будучи оскорбляем, керпишь, что это великое доказательство твоей силы говорю это не к тому, чтобы расположить к женщин к нанесению обид да не будет но к тому, чтобы если бы когда и случилось это по наущению сатанинскому то вы терпели бы мужам как сильным свойственно переносить обиды от слабых если и слуга будет противоречить, ты перенеси с любомудрием не то, чего он заслужил, о тебе говори и делай но то, что тебе нужно говорить и делать никогда в оскорблении девицы не произноси срамного слова никогда не называй раба подлым, потому что этим ты унижаешь не его, а себя невозможно гневающемуся не выйти из себя подобно морю, когда оно волнуется или источнику остаться чистым, когда в него откуда-нибудь бросают грязь так здесь перемешивается, или лучше сказать, все становится вверх дном если ты кого-нибудь ударил или разорвал на нем одежду то причинил больше вреда самому себе и у него рано останется на теле и одежде, у тебя же на душе ее ты растерзал, ее ты поразил всадника подверг под ноги лошадей и сделал то, что она влочит его неспровергнутого назничь и происходит то же, как если возниться рассидевшись на другого, сам потом влочится по земле когда ты наказываешь или вразумляешь или делаешь что-нибудь подобное, делай без ярости и гнева если наказывающий есть врач согрешающего то как он может исцелить другого, причинив наперед зло себе и не исцеляя самого себя скажи мне, если какой-либо врач пойдет лечить другого, поранив наперед руку у себя или ослепив наперед свои глаза, неужели в таком состоянии он исцелит другого? нет, скажешь так точно и ты, когда кого наказываешь или вразумляешь тупой светло смотрят глаза твои не возмути ума своего, иначе как совершишь ты исцеление? а он не может быть одинаково спокойным у человека, не гневающегося и разгневанного зачем не с проверных учителя, с его седалища советуешься с ним, лежащим на земле? не видишь ли, как судьи, намереваясь производить суд, садятся на своем седалище и в одежде благопристойной так поступи и ты украсть душу своей одеждой судьи, а она есть кротость и тогда садись производить суд на своем седалище ну скажешь, не будет бояться нет, гораздо больше боится в противном случае, хотя бы ты сказал и правду раб припишет это гневу а если скажешь кротко, то он осудит сам себя главное же, ты сделаешь угодное Богу и таким образом сподобишься вечных благ по благодати, щедротам и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа с которым от Суса Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков Аминь 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 Аминь